Как видите, Лиза ужасно мёрзнет. И сейчас она сидит в шубейке, в трубшке. А сейчас я расскажу вам, что мы делаем. Потому что, когда люди далёкие от темы смотрят такие видео, они не понимают, что происходит. Берут и без того, с того иной девушку, начинают её мочить, морить голодом. И она с таким трудом добивается своей цели. А зачем она это делает, люди не понимают. Ну, зато все понимают, когда покажут реалити-шоу, где человек имеет 30, 40, 50, 100 лишних килограмм, и он их эффектно сбрасывает. Это всем понятно. Но суть этого видео в том, что бросить лишние десятки килограмм очень легко. Дается достаточно щадящая диета. Вместо двух буханных хлебов в день, человек начинает садить в двух буханных хлебов в день, и он моментально начинает терять по 3-4 килограмма в неделю. То есть полному человеку похудеть легко. Ему трудно начать с веселоборбиста. В то же время ко мне обращаются тысячи клиентов, за время моих 15 лет работы тренером, у которых 2-3 лишних килограмма, но они на протяжении нескольких лет занятий пиццом не могут их сбросить. Или то же самое. Многие спортсмены, вот я, например, долго не мог выиграть на международных соревнованиях, потому что у меня было 2 лишних килограмма жира. Уже вроде бы и пресс есть, да? И пубик есть. Выходишь на сцену, другие спортсмены тебя рельефят. То есть суть этого видео в том, что вот получить максимальный результат, вот дожать вот этот последний трудный лаганин, который уже не уходит при обычной диете, вот это настоящий подвиг. И в то же время это можно сделать быстро, за 3-4 недели. Вот сейчас у нас фактически, и сколько мы уже на таких серьезных усилиях? Неделя конкретной сушки и 2 недели на сухую массу питания. То есть этот фильм о том, что обычная девушка с нормальной фикурой может сделать себе кубики пресса быстро, скажем, за месяц. Но это будет фактически вот та стадия сразу, которую спортсмены перед соревнованием. То есть настоящая жировая диета. И выдержать ее очень тяжело. Но если она будет заниматься просто фитнесом, то этого результата даже через год не будет. Поэтому мы принимаем решение за месяц, но с результатом. Чем просто ходить сам, ты уже сама убедилась, что при умеренной диете, при умеренных тренировках процесс как бы застывает на одном уровне. И нужно пробивать. А потом наша задача уже поддерживать полученный рельеф. И просто-напросто для этого Лизе нужно будет уже не отказывать себе постоянно во всем, а просто соблюдать определенный баланс. Если она, допустим, в течение одного дня позволит себе фрукты, какие-то там напитки, которые она любит, которые сейчас мы не можем себе позволить, то следующий день или два она, впрочем, вернется к диете. Но это уже гораздо легче, конечно. А сейчас там нужно додержать буквально одну-две недели, вот додержать, чтобы пресс стал четким. И настолько даже более приятный этап. А сейчас вы поддержите, пожалуйста, комментарии своими лайками, комментариями девочку, которая никогда не занималась спортом. И сейчас фактически на такой сушке, как соревнующийся спортсмен. А сейчас мы снимаем, к сожалению, с тебя теплую куточку. И начинаем тебя тренировать. Итак, мы уже обещали нашим зрителям показать комплекс упражнений для укрепления мышц спины для дома. Но это можно будет и в зале выполнять, и дома. То есть абсолютно универсальный комплекс. Кроме того, мы обещали одну группу мышц рассматривать на каждой тренировке. То есть сейчас мы выполняем и то, и другое. И, наконец, самое важное. Когда девушка приходит в зал, чтобы накачать ягодичные мышцы, для этого приходят все девушки. Они не понимают, какая нагрузка на позвоночник и какую травму позвоночника можно получить. Поэтому начинать нужно не с приседаний со штангой и выпадок, а с укрепления мышечного корсета степени. Что позволит нам приседать с нормальным весом и не повредить себе спиночку. Итак, упражнение номер один, которое можно выполнять прямо дома, это наклоны с гантелькой. Смысл упражнения в том, чтобы нагрузку упускать не сюда, а сюда. Вот надо больше сгибать ногу. Вот. Это упражнение отличается тем, что оно не выполняется специально, с неправильным положением спины. То есть спина обязательно сухая. Смысл этого упражнения в том, что при выполнении всех упражнений рекомендуется держать спину прямо. Но что произойдет, если случайно человек на лошаде не будет согнется? У него может быть травма. Ну да. Если с маленьким весом закачать в таком положении, то этого не происходит. То есть ты как бы в слабом положении, ты с анатолией. Но мы не используем 5-6 кг. Мы берем 5-6 кг. Ну да, небольшой вес. И делаем по 20-30 раз. Если спина болит, то лучше с прямой спиной, конечно, то же самое. Попробуем вариант. Покажи вариант с прямой спинкой теперь. Давай, в боков я думаешь, да? То же самое, только вкладки свежие. То же самое. Ноги также будут сгибаться, но спина уже прямая. Такой вариант для тех, у кого есть проблемы со спиной. Со спиной начинать нельзя. Пополучше. Приседаешь и до конца не выдавляешься. Назад таз не отводит. То есть фишка в том, что корпус идет вперед, а здесь сгибаются. И нагрузка переходит на поясницу. Бинцепса бедра. Сейчас мы показываем вариант, сейчас, как делать, чтобы работала именно поясница. Давай, приседай. Переклоняйся вперед. То есть так нажали отводит. Такой вариант вырабатывает именно вот, что бинцепсов бедра. А теперь мы показываем вариант для поработки яготичных мышц бинцепсов бедра. Мы наоборот начинаем выпячивать нагладку, куда, и уходим на пятку. Раз. И чем дальше мы не меньше сгибаем, чем дальше у нас будет приход сгибания таза назад, нагрузка приходит назад. Как мертвая тяга. Как мертвая тяга. Мы видим на тягу. Не надо поседать. Вот. Если мы добавляем больше сгибания ног, и меньше не меньше отведения таза, то нагрузка приходит на спину. Но я вижу очень красиво. Уже у нас все более кубические кубики. Внутри лопатки и 15 наклончиков втолк. Почти касаться полон. Длина лопатки сведет, поясница выглубит. Реально прямой. То есть ты направляешь на тягу и в ровное положение. До конца. Будем чуть-чуть прием проводить. Нагрузка еще увеличится. За счет посохла. Ну что ты думаешь, эффективное упражнение наклоны сидя с отягчением? Я думаю, да. вполне. Ну, по крайней мере, я чувствую поясницу сейчас. Мне это необходимо как раз для того, чтобы я с ума приседала нормально. Да, вот эти два упражнения для тебя номер один. Но это для дома. В зале еще нужно выполнять гиперэкстрензию обязательно. Пошли, сделаем. сейчас перед нами появляется тренажер, который есть в каждом уважающем себя спортзале. Трудно лейтизал, где нет такого тренажера. Натуронная гиперэкстрензия. В нем можно выполнять только обычный гиперэкстрензий, так и обратный. Начнем с обычного. Ложимся на салон. Пятки подводим в подваль. Показываем разные варианты выполнения. Первый вариант самый стандартный. Руки можно держать как за головой, так и на ручках, если у вас слабая спина, начинаете лезть. На ручках на ручках в большом ручке, если большой лик не есть. И, наконец, мой любимый вариант это просто свести лопатки и держать руки вот так. Здесь можно держать гиперэкстрензию. И поехали. Накрой. Чем глубже ногу отбоняемся, тем больше ногу отбоняемся. Тем больше лик прогнировать полетили. Поэтому если отбоняемся, то мы отбоним до положения ног. Управнули ногу. А обратный перегиб мы не совершаем. Поэтому сделаем до правного положения. постоянно на руке и почувствуем, сажено приезжаем на ногу. Но у нас сажается упражнения для вот этой верхней части погоночника. Сейчас мы тоже вам его покажем. За голову мы скручиваем, тело скручиваем. Так а руки куда? Как ты делаешь? Вверху голову поднимаем, внизу кружево поднимаем. То есть, фактически скачаешь плеск, лёжа расслабляешься. Ну что, ощутила, что другие мышцы спины заработают совершенно? Да. Ближе к верху, да? То есть, работают те же самые длинные мышцы спины. Если ты повернёшься к камере спиной, я покажу, там всё видно. Выпрямись. Вот очень хорошие мышцы спины. Работают не тут, как обычно, а выше. Правильно? Ты почувствовала? Да. Вверх длинных мышц спины. Но нам же надо защищать позвоночник по всей длине, от попы до шеи. Поэтому это упражнение тоже является важной составляющей. Интересно, да? Да. Сейчас хотел бы вам рассказать про такой эффект, как потеря тепла. Для того, что если ты находишься на жёсткой сушке и за 2-3 недели должен сделать на животе более чёткие кубики, настолько низкая калорийная трансиона, настолько мало в организм поступает, килокалории, которые, как известно, превращаются в энергию, то есть фактически это аналог тепла, что человек начинает жутко мёрзнуть. Вот сейчас мы уже и бегаем, и качаем пресс. И я не могу согреться абсолютно как-то. Это нормально. Если вы чувствуете слабость, если вы чувствуете раздражительность. Если вы хотите съесть просто от злости тренера и всех, кто вокруг вас. Да. Вот я такая, допустим. Это настоящая жёсткая сушка. Значит, процесс идёт, и вы сделаете то, что вы решили. Кубики у вас быстро появятся. Потом можно будет питаться нормально и достигнутый рельеф сохранить. А об этом только сейчас кое-кто и думает. Все мысли только о еде, правда? Вообще. Я каждую ночь просыпаюсь от того, что я во сне ем вареники, пельмени, какие-то там, не знаю, ватрушки, пирожки. Хотя в жизни такого не ем, но я это хочу есть. Просыпаюсь и боюсь, что я на самом деле это сделала. На самом деле я это не делаю, я потом снова засыпаю. Мне это напоминает анекдот, где один мужчина сказал, что я, чтобы провести время с этой девушкой, три дня бы не ел. Она ему говорит, хорошо, и на три дня заперла его в шкафу. Через три дня она открывает шкаф, а там горят глаза такие. Она подходит к нему, раскрывает свою одежду и говорит, это все для тебя. А он так берет и говорит, теплое, как хлебушек. Поэтому тут та же самая ситуация. Раньше хотелось рельеф, а сейчас хочется кушать. Но за все нужно платить. А сейчас мы будем тренироваться, предварительно напоив Лизу горячим чаем. Если нет дома скамейки подходящей, можно запросто купить фитбол, надуть его воздухом и выполнять диперэкстензию и наклоны, сидя на фитболе. Сейчас мы вам это покажем. Давай, ложись желудком на мяч. Можно при этом, как, допустим, под штаб подсунуть, да? Можно попросить попарника подержать. Ноги лучше поширить, чтобы было стоящее. Тоже самое. Прямая спиночку. Отклинаемся. Не выпрямляем. Давай давай. Чуть-чуть пониже. Регулируем. Для фитболе надо привыкнуть. Надо привыкнуть и занимать правильное положение. Он подвижный. За счет этого мышца работают по своему, как бы так сказать. Такое непривычное движение. Делаем правильное движение. И отдыхаем чуть-чуть. Точно так же вы можете лежа на мячнике. Закачивать негодичные мышцы, пояснице, делая подъем ног. Так же можно будет делать движение, как и толща с пятками. Колени прижимаешь к мячнику. И выталкиваясь на фитболе. Раз. Два. Три. Давай еще один раз. Раз. Два. Три. Пока хватит. Всем кажется, что это легко. Взять вот так за месяц. Пройти какую-то там диету. Тренироваться. Сделать себе пресс. На самом деле это очень сильный эмоциональный груз. Очень многие девушки, которые ко мне приходят с этим сталкиваются. Неожиданно для себя обнаруживают, что это... Ну, иногда бывает даже маленькая личная трагедия. Даже я вижу часто и слезы. И приходится и поддерживать человека. И выслушивать иногда что-то неприятное в свой адрес. Да? Да нет. Просто иногда кажется, что сильно устала. Уже нет силы. Все нормально. Просто мне немножко... Ну, вот объясни. Чего ты ревешь сейчас? Я не знаю. Не могу объяснить. Просто я морально уже очень устала. Я не знаю. Тяжело немного. Ты стремишься к своей цели. И ты видишь, что финиш еще вот позже, чем ты думал, да? Не, ну просто ты же тоже не робот не можешь как бесперебойник работать. А тут ты просто хочешь элементарно ну как бы... Ну как. Хочется поесть нормально. Хочется отдохнуть. А ты понимаешь, что еще нужно работать. И просто в эти моменты ты морально перенагружаешься. И ты кидаешься на людей, которые тебе нравятся на самом деле. И которые тебе дороги. Можешь на них гавкать, да? Ну все. Возьми все руки и будем работать. Следующее упражнение наклоны доброе утро. Мы берем фитбак, ставим себе на трапецию и наклоняемся. Делаем три подхода по пятнадцать раз. Тоже очень хорошая. Спина ровная. А сейчас ты станешь лицом ко мне и покажем в чем разница. С лицом ко мне. Можно уходить на трапе на пятну и будет работать без ампетра. Уже можно ли? Да. Можно не уходить на пятну и сгибать ноги больше. Поехали. И будет работать больше поясницы. В любом случае работает и поясница без ампетра. Но мы можем сами, за несовременным положением дазобедренного сустава, расставить правильные акценты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, мы, ваши герои, покидаем вас до следующей встречи через неделю, чтобы вернуться еще с более рельефной Лизой и еще с более жирным, набравшим массу Юрой. Так как мы двигаемся сейчас в противоположных направлениях, я стараюсь стать как можно больше, она как можно стройнее. Но это, в общем-то, и нормально. Вот. Поэтому мы вас любим и обязательно смотрите нас в следующем выпуске.